18 февраля в Военно-историческом музее Великой Отечественной войны состоялось открытие выставки под названием «Возрожденная мечта». Экспозиция приурочена к 98-летию создания Донецко-Криворожской республики. Тут можно увидеть материалы, связанные с образованием ДКР. Это послание Фёдора Сергеева, революционера и политического деятеля, более известного как товарищ Артём. Письма его вдовы и матери, фотографии того времени и книга, основанная на документальных событиях с интересными фактами и исследованиями Владимира Корнилова под названием «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта». Поскольку такой период в нашей истории, как Донецко-Криворожская республика всегда замалчивался, материалов немного. Материалы собирались по крупицам, краеведами, поисковиками, неравнодушными гражданами, передавались в музей. Ну, надеемся в 2018 году на столетний юбилей Донецко-Криворожской республики открыть новый экспозиционный зал, выйти на новый уровень экспонирования. Донецко-Криворожская республика выпадала из того исторического украинского мифа, который конструировали как в советский период, но тогда еще в такой лайт-версии, в легкой форме такого, скажем так, национал-коммунизма, так и уж тем более после 1991 года. То есть с мандеровской идеологией вот эта реальная наша история никак не вяжется. То есть на самом деле наш край был частью Российской Федерации, Донецко-Криворожская республика была частью Российской Федерации в период гражданской войны, революции. До этого это Российская империя. Украина появилась здесь на немецких штыках в 2018 году, было непродолжительное время и после этого ушла в прошлое. Ну там, националистическая, буржуазная Украина. А уже советский проект, уже там были свои перекосы по национальному вопросу, вот как бы именно поэтому Донбасс и был включен в состав УССР. Но никто никогда не думал, что это единое государство может быть разрушено, тем более по искусственным границам, во многом искусственным границам, и уж тем более с доминированием, навязыванием идеологии украинского национализма, как это произошло на Украине после 1991 года. Но тем не менее, во время распада Советского Союза у Донецко-Криворожской Республики были все шансы вновь возродиться. Этого не случилось. Как думаете, почему? Ну, на самом деле, у нее были бы шансы, если бы, скажем так, не так скрывалась эта история, если бы больше бы внимания уделялось, если бы та партийная номенклатура, которая взяла власть на Украине после 1991 года, не взяла на счет украинский национализм для того, чтобы обособиться, отделиться как-то от России и обосновать свою власть. На самом деле, под вывеской украинского национализма, когда его использовали, все прибыли здесь получал олигархи, которые равнодушны, дифференты к любым национальным идеям, кроме как к идее денег, к идее зарабатывания средств на людях, набивания своего кармана. Но для прикрытия, для ширмы, как было, что мы отдельное государство, мы Украина, вековечная, три польцев тысячи лет с москалями боролись. Вот такая ширма вывеска. К сожалению, это предательство элит, которое в истории, скажем так, русского мира было неоднократно. Мы помним 1612 год, когда народ поднял восстание против польских интервентов. Мы помним и 1812 год, когда тоже Думина народной войны ударила по французским интервентам. Мы помним 18-й год, когда также народ организовал Донецкую Республику, Одесскую Республику, Республику Таврида и другие. Ну и сейчас история ДНР, она яркое отражение того, что народ может изменить свою судьбу. То есть, казалось бы, в Киеве уже все предначертано, олигархи уже поддержали переворот, в том числе местная, так сказать, элита исчезла, растворилась. Но, тем не менее, народ взял в свои руки и построил свою республику. Сегодня, после долгих лет замалчивания, идея ДНР актуальна как никогда. Все больше фактов о полной принадлежности нашего края к российским землям и исключительно славянскому миру находятся в уже запылившихся за ненадобностью архивах, личных коллекциях или документах, в прошлом так тщательно скрытых от общественности. Для всех интересующихся историей и желающих узнать для себя что-то новое, выставка будет работать еще на протяжении месяца. Кристина Крымова, Елена Чистякова, Новороссия ТВ. Кристина Крымова, Елена Чистякова, Новороссия ТВ. Продолжение следует...